снова всем приветики с вами канал артмания и сегодня вам расскажу как прошел мой день сегодня я отдыхала сегодня суббота зима вчера в пятницу ушел к бабушке моя мама взяла его на выходные и дала мне немножечко отдохнуть устаешь все-таки все-таки хоть и сидишь целыми днями дома с ребенком но все равно устаешь при том что еще последние два дня просто не высыпала сегодня выспалась до спала до 12 по моему я доспала до 12 проснулась сама и как раз там через 5 минут уже прозвенел будильник поставил будильник на всякий случай потому что я могу уснуть просто вырубиться до вечера вот ну мало ли при том что я двое суток последний очень плохо спала вчера мы вчера мы ходили сдавать кровь зимой вот и нам нужно было попасть к 7 к 7 утра то есть даже быть в этом центре нам надо было 6 утром до 6 утра в 6 40 где-то быть уже около этого здания представляете 6 40 быть там просто вздумайтесь 6 40 обычно там 6 3 вы выходите на работу идете до куда-то или просыпаетесь 6 6 30 там 6 40 а нам уже в 6 40 быть там причем там дорога туда где-то по снегу где-то по сугробам где-то колымаги какие-то то есть ну далековато мы шли 40 минут выше где-то как раз 6 утра мы вышли то есть 5 30 я стала разбудила ребенка в 5 30 представляете это вообще-то что-то я спала очень плохо и когда легла два часа я поспала остальное время я там часов 5 у меня что-ли было сна остальные три часа я просто не смогла уснуть я уже обдумывала ролики какие мне надо ролики записать ну чувствую я уже просто не засыпаю я уже не усну там смотрю время час остался спать смотрю время полчаса остался спать я думаю что смысл дома обычно перед будильником вырубишься уснешь до будет звенит и ты просыпаешься понимаешь то что ты вообще не выспался ощущение как будто вообще не спала поэтому думала на время там подходил уже к пяти тридцати я поднялась даже до будильника все будильники выключил этом поставил сразу штук 10 наверно потому что бывает иногда настройках будильника что-то меняется он может не прозвенеть он может там за не знаю что что там с ним получается бывает но периодически такое у меня было стало напоила ребенка он попил ну как-то очень быстро даже сам собрались еще немножко посидели проснулись и в 6.00 мы уже вышли были на улице никого вообще не было было пусто ну ходили людям так по одному тут около дома одного встретили там пониже одного встретили и потом уже перед этим центром тоже встретили одного люди которые там шли мне навстречу очень странно смотрели на нас как будто бы дайте в их глазах было боже куда это мама ведет ребенку 6 утра куда на его и тащит куда его может вести они так смотрели на ребенка на меня типа ну куда 6 утра можно вести ребенка куда 6 утра там если все начинает работать только с 7 там или с 8 там садик по моему с 7 что ли там все приводят к восьми или с 8 я сейчас не помню 6 утра мама с ребенком это был какой-то какой-то нонсенс как будто бы я шла не в 6 утра а в 3 часа ночи с ребенком было такое ощущение у меня еще доставала часы это смартфон и смотрю точно 6 утра ну ничего нормально ничего не перепутал нет 6 утра вроде все хорошо почему так смотрят странно да мало ли куда может кровь сдавать там может ну действительно мы шли сдавать кровь там может еще куда-то вот пришли мы туда жалко конечно не взяла видеокамеру потому что я думаю что там тесное помещение не до этого будет я думал начнет плакать истерики его успокаивать ну нет он так ручки главное взял вот так вот внизу их так держит ходит так туда-сюда все рассматривает такой спокойный малыш вот что значит возраст если допустим год назад его просто было не удержать куда-нибудь приходишь он просто сносил все он там вот то что вот лежала допустим на столах он просто подходил так и смахивая это было что-то его вот вот так вцепишься и держишь его прям вообще ужасно просто был скакал носился там падал катался по полу там другие дети нормально то мой вообще там было что-то с чем-то то там уже он ходил спокойно там было елка наряженная елка надо было вот все таки на смартфон хотя бы сфоткать я говорю мам что ты мне не сказал там вам ходила до этого узнавала ценностью такое учет мне скажу там елка говорю хотя фото поразила бы сфоткала ребенка с елкой вот я не знала вроде я не заметила ее это прям елка такая большая стояла большие такие шары огромные но они по моему стеклянные были они на пластмассовые были блестящие такие переливались и там все белое такое светло так красиво аквариум там был аквариум с какой-то рыбы пятнистой длин длинная на такая как сон какой-то степени ну такая длинная нет не сонная какая-то такая не упасть большая такая вот зиме показал вы смотри там рыба на раз сразу спряталась за камнем видимо редко подходит смотрит по то раз так глава у нее высунулся народ так открывает открыла держит игру сейчас я говорю а он потрогать хотела сейчас я за пальчик цап и все вот он так стоит ручки такой держит такой взрослый кистая такой смотрит смотрит на нее рыбка в аквариуму первый раз увидел по моему к вами до этого больно сейчас где увидишь нельзя не увидишь аквариум уже редкость наверное большая а потом она начала выплывать она длинная такая минуте тут такого-то размер и она спадает ко мне выплывает 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 это так долго стоящую не смогу еще сонная начинаю уже засыпать она все плывет, плывет, ну ничего, сдали кровь, там все хорошо сдали, там еще нам попался мужчина-врач, который тоже пришел сдавать анализы, он узнал, почему, что сделаем мы здесь, дал телефон свой, поскольку Дима болеет до сих пор, у него вирусная инфекция, он сказал, что он знает очень хорошего педиатра, говорит, если у вас в ближайшее время не пройдет температура, то позвоните мне, я дам номер этого педиатра, сходите к нему, очень хороший, очень такой, ну не знаю, короче, хороший, я записала, говорю, ладно, большое спасибо вам, ну может быть там, начинаешь уже просто, если ничего не помогает, начинаешь тыкаться уже везде обо все, что угодно, чтобы хотя бы быстрее вылечить своего ребенка, вот, Диму, кстати, там брали, конечно, уже совершенно по-другому кровь, он так чуть-чуть поплакал, а потом он уже не плакал, уже разговаривал, то есть продолжали брать кровь, но он разговаривал, то есть все хорошо, Вот, вышли мы, я думала, тоже сейчас буду его успокаивать, нет, он спокойно ходит такой, но когда ему там кто-нибудь улыбнется, все, он готов кататься по полу, он готов все сносить, там женщина в гардеробе была без маски, видимо, пока я одевалась, она ему улыбалась там, и все, смотрю, он начинает уже хулиганить, уже все, вот, то есть вот так вот, И потом мы обратно уже пошли домой, мы были такие вообще прям сонные вчера, не знаю, это было что-то с чем-то, позавчера мы тоже хотели сдавать кровь уже в нашу клинику, тоже рано утром встали, Там мы встали хотя бы в 6.30, по-моему, я его подняла, и там где-то 7 с чем-то там мы уже вышли, пошли, к 8 часам мы там хотя бы шли, вот, Там надо было, видите, даже к 7 прийти, вот, вчера, поэтому я не выспалась, а сегодня я наконец-то выспалась, сейчас я тоже сегодня лягу спать пораньше, Единорожка сегодня, с такими ушками, вот, сейчас, кстати, предыдущий был у нас с вами обзор продуктов, большой обзор продуктов, Сразу много, а то вы мне пишите, что ты делаешь по одному обзору, делай сразу много, вот вам, пожалуйста, сразу много, смотрите на здоровье! Так, сегодня, вчера вечером Дима уже ушел, мы вчера с Димой подремали немножко, вместе в обнимочку поспали, Он был, конечно же, сонный, не выспался, и я тоже не выспалась, вот, вечером он ушел к маме, Вчера я немножко еще прошлась по магазинчикам, перекресток зашла, обнулила свои баллы, С недельной, две назад я купила карточку, потому что в телефоне карточка просто неудобна, То он там завис, то он не открылся, то он скинулся, то он там еще чего-то, а карточка, просто даешь эту карту, Блин, карточка гораздо удобнее, как раз в чем в телефоне, вот, и наконец-то вчера вечером я уже забила себе в телефон новую карту, Ее уже активировала, и все, сегодня я уже пошла с новой карты, мне дали, кстати, плюс чек, На котором набираешь на 1000 рублей, и там должны перечислить 1000 бонусов, Короче, завтра это все буду записывать, на камеру записывать, мы все это с вами будем проверять, Дадут там 1000 бонусов или нет, вот, я уже знаю, что я буду покупать, уже придумала все, Какие продукты, ну, мне как раз самые такие необходимые, нужные продукты, То есть, ну, в принципе, знаете, на 1000 рублей сейчас набрать иногда кажется очень-очень сложным, Приходишь в магазин, набираешь то на 100 рублей, то на 300 рублей, то на 500, то на 800, А вот, чтобы взять и купить на полную 1000, такое редко бывает, не всегда, вот, Сегодня то я там что-то рублей на 500 или 800, что ли, купила, нет, 500, мало ли я там купила, наверное, рублей на 500, Или поменьше, может быть, даже не помню, вот. Сегодня я сходила уже в фикс прайс, там куча народу, у них работает одна касса, И народ просто, знаете, вот так вот на весь магазин растянулся, и стоит очередь. Причем стоять не как положено через каждые полтора метра, Но если они растянутся на каждые полтора месяца, ой, месяца метра, То у нас будет просто весь магазин стоять в людях. И, кстати, я замечала как-то очень давно тоже, я там пришла в магазин, Там так народ-народ стоит, потом так полтора метра, и человек стоит. И он так стоит, как будто бы он не в очереди стоит, Как будто он там смотрит ассортимент, как-то так просто стоит. Ну, я вот так обошла, и в очередь встала. А потом уже на кассе, голову поворачиваю, смотрю, а он сзади меня стоит. Я думаю, вот и вставаю вот так на полтора метра. Я тоже сколько замечала. Стоишь вот на полтора метра, идут какие-нибудь мальчишки там или девушка, Встают перед тобой, и все. И так стоишь, так обидно становится, как будто меня не существует, Как будто бы меня нету. Ну, я тут стою в очереди уже давным-давно, думаю, передо мной вберут и встаю. Ну, вот как стоять полтора метра? Никак не встанешь. Так можно стоять в очереди вообще бесконечно. Перед тобой вот так буду вставать, 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 и до вечера простоишь. А, вчера, кстати, я, когда мы с Димой собирались, Ну, короче, я всегда в куртке, в кармане обнаружила мелочь. Купюрными деньгами я уже очень-очень редко и мало расплачиваюсь, в основном уже карточкой. Как-то карточкой, кстати, очень удобно. Она ее там приложила, и все, и пошел дальше. А мелочь, вот ждешь там деньги, пока она эти купюры набирает. Потом эту мелочь, потом тебе там дает высыпать, половина рассыпается. Начинаешь все это собирать, потом куда-то там впихиваешь. А это так, оказывается, неудобно. А карточкой прям вообще, я уже даже кошелек с собой не ношу. Он уже у меня лежит отдельно. Никогда бы не подумала, что я перестану носить свой любимый кошелек. Карточки сложила отдельно там в рюкзак, в карман. И все, они там лежат себе спокойно. Вот, и тут я в кармане все обнаружила мелочь. В одном кармане там мелочь, там по 10 рублей сколько-то. И в другом кармане там 5 рублей, чего-то еще. И как раз вчера днем я об этом задумалась, что у меня там мелочь в кармане. Думаю, блин, надо ее переложить. Опять думаю, это мелочь, это лишний вес. Думаю, куда ее девать. Надо куда-то ее деть. Думаю, надо что-то такое купить на эту мелочь, чтобы ее не было. Ну, не пойдешь в магазин там, чтобы потратить 20 рублей. Сейчас на 20 рублей ничего более не найдешь. Ну, ладно. А то, когда там, ну, просто достаешь, когда там перчатки из кармана, то мелочь тоже падает. Фантики падают, ключи, когда достаешь, мелочь падает. Не очень удобно там, слышишь, ну, звон какой-то. Смотришь, в темноте там или где-то, не видно ничего. Ладно. Вот, вчера я иду, захожу в Перекресток. И там стоит мама с дочкой и просят деньги. Я подумала, во, вот оно, куда мне надо деть эти деньги. Вот, я остановилась перед входом, нагребла там, а я, по-моему, с одной руки нагребла. Меня уже там протесняли. Быстрее, быстрее, заходи. Подошла мне, высыпала. Спасибо. Ну, мама такая, спасибо, дочка. Спасибо. Так тоже, блин, так приятно, когда ребенок тоже говорит, когда он обращает на это внимание, когда он все это видит. Не просто там ставит своих мыслей, там, мам, зачем мы сюда пришли, как мне это тут надоело. Она в какой-то степени там тоже помогает маме и все это знает. Воспитанная девочка. Ну, конечно, как всегда, я расстроилась. То, что я их увидела. Меня всегда расстраивают эти моменты, когда я вижу, как кто-то таким образом собирает деньги, то есть пытается как-то заработать себе на жизнь. Значит, у этих людей что-то случилось. Меня это всегда очень сильно расстраивает. Пока я ходила по магазину, я думала об этом постоянно. Вот, вышла я еще там, не мелочь у меня там получилось, дала 4 рубля у меня было в кармане. Отдала. Вот, вышла, я еще дома об этом думала. Потом я вспомнила ваши слова, как вы мне говорили. Когда, допустим, у тебя что-то случается, какая-то беда, то все те вот они или вообще кто-то на помощь к себе не приходят. Действительно так, у меня ребенок болел. Ко мне никто не пришел, никто не позвонил, не спросил. Наташа, как у тебя дела, как у тебя ребенок? Была нужна помощь, были нужны лекарства. Я не могла с ребенком никуда выйти, не купить лекарства. Порой даже денег не было, все деньги уходили на лекарства. На лекарства, на лечение ребенка ушло очень много денег, просто очень много. Вот, поэтому я уже дома думаю, все, хватит, у них своя жизнь, у меня своя жизнь. Чем могла я вот эту мелочь, у меня была в кармане, я им помогла. Думаю, больше давать, блин, думаю, я тоже не могу. Думаю, все, ладно. Сегодня я пошла в перекресток, их уже не было. Такое ощущение было, знаете, как будто вот пришли они в магазин, ой, мне что-то 100 рублей не хватает, давай тут постоим, ну давай постоим, давай, стоим. Опа, 100 рублей дали, о, как классно, все, пошли покупать. Там, допустим, мне там до мартини, допустим, что мартини купить, да, мартини стоит там 1000 рублей, по-моему, нет? А, 700, 800 рублей, я что-то вспоминаю, да? Ой, что-то мне до него 100 рублей не хватает, давай постоим, ой, дайте, дайте деньги, о, дали деньги, все, пошли купить. Было вот такое ощущение, потому что сегодня вечером их не было. не знаю почему может быть даже так ну ничего страшного деньги они там какие-нибудь там собрали причем кстати девушка выглядела такая очень милая на они были были без маски оба там с дочкой вместе миленькие такие они одеты были не сказать что хорошо и не сказать что плохо средне обычно обычно одета нормально неплохо но и нехорошо как-то вот так вот такие нормальные приятные внешности бывают там вот как-то не очень приятная внешность там конышская там любит какая-то такая там приятная внешность такая но сегодня их уже не было видимо собрали хорошую сумму и теперь можно жить долгом целый месяц вот сегодня было еще так а фикс прайс я сказала я купил там покупочки но они будут отдельным обзором я все-таки сделаю отдельный обзор я уже об этом вам говорила о сегодня я прямо это трехотки сделал пятерочку я пошла за мукой кто знает у меня сломалась хлебопечка никогда бы не подумал что она сломается он блин а такая дорогая была она была такая классная и очень очень сильно люблю вот есть любимые вещи вот она точно такая же любимый но блин мне не поднимается рука ее не выкинуть не продать мне просто очень очень нравится у него сломался вот этот вот перемешиватель но она три в дно то есть хлебопечка сломалась остается йогуртница и мультиварка ее можно использовать как мультиварку но там чашу очень маленькая как хлеб обычно хлебница вот ну как его чашечка для хлеба на маленькая но можно ее использовать но не знаю мне супы получаются обалденные ароматные такие вкусные но там порция будет маленькой там порция на два раза на два человека на два раза одному человеку то есть вот так вот не знаю даже что буду с ней делать я ее скрывала пытался ее починить но у меня ничего не получилось там все-таки нужен мастер мастерскую я звонила спрашивала хлебопечку чините да это какая у вас модель redmond ой нет 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 какая в нее не за что не за что нет нет все 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 до свидания было вот так вот ощущение знаете как будто я говорю не редмонд а не знаю какую такую компанию которую запрещено чинить другим обычным людям как будто запрет на нее стоит вот ее можно вот именно вот эту компанию чинить только тем кто ее произвел допустим этом произвели где-нибудь там у кудыки на горах она вас сломала значит вы езжайте туда на кудыки на гору и везде я всех обзвану блин у меня даже до слез дошло и слезы потекли почему как же мою там мыть его микроволновку господи хлебопечку такую классную обалденную дорогую за 10 тысяч покупала и ее никто просто не хочет чинить другой мастер мне объяснил что там оказывается даже redmond хлебопечки каждая разная модель у них у всех разные резиночки вот эти детали там какие-то они короче все разные все отличаются под вашу модель нужно если там резинка порвалась ну там он крутится там-то тут резиночка она двигается там все такое чтобы она крутилась вот то есть под вашу модель нужно определенная резиночка в этом будет почему так со сложно почему так со сложно что то там нужна определённая резиночка. Зачем, блин? Когда вы покупаете велосипед, вы же не покупаете под свой велосипед определённого названия, да, там бренда, определённый даже вот артикул там или цифра, там как там, код какой-то, да, определённое колесо или определённая шина. Такого же нет, правда? Там подходят, я думаю, наверное, все велосипеды, там абсолютно все колёса, на вид они одинаковые. Или цепь, допустим, для велосипеда, да? Странно, почему? Вот, ну, вот если она у вас там порвалась, вам надо это. Ну, я решила вскрыть, посмотрела ролики, как это делается, открыла. Нет, там резинка просто слетела. Вот, теперь вот я потом начала думать. Если я её понесу, то есть там я нашла своего сервисного центра магазина Redmond, там сама работа, то есть то, что её откроют, допустим, оденут резиночку обратно, проверят там всё ли хорошо, там закрутят. То есть сама работа стоит 900 рублей. Представляете, 900 рублей, блин, это так много. Это очень дорого, 900 рублей. Даже просто взять, починить компьютер, там почистить или что-то, стоит гораздо дешевле. Ну, я знаю такие места, вернее, одно такое место, где стоит очень дешево. Чтобы просто там, там может быть даже вы принесёте, а там с вас возьмут 50 рублей. С вас могут взять 200 рублей, то есть это очень дешево. Хотя там компьютер, этот вот, ну, системный блок, этот тащишь огромный, тяжёлый. Вот, то тут просто одеть резиночку, сама работа, то, что он раскрутит, и оденет эту резиночку, будет стоить 900 рублей. Плюс там чего-то ещё. Вот, я так подумала, думаю, если там получится резинка, он скажет, ой, у вас резинка плохая, надо другую резинку. А, резинка, кстати, я посмотрела, тоже стоит 900 рублей. У них она вообще может быть дороже стоит. Короче, она выйдет у меня, ремонт этой хлебопечки в 3000. Ну, пример. Я подумала так. Не проще купить новую? Не проще купить новую. Сегодня я в Ситилинке сказала новую, что конкретно я там купила. Это будет уже отдельный ролик. Я сделаю отдельный обзор. Если, конечно, он уже не вышел. Или, может, он там вышел. Может, он где-то выйдет. Не знаю, когда выйдет этот ролик. Ролики у меня выходят с небольшим уже опозданием. Наконец-то я уже так вот начинаю понемножечку приближаться, потому что ещё летом они у меня выходили с огромным опозданием. То есть я засниму ролик, и он у меня выходил уже только, как я посмонтирую, да, он у меня выходил только через месяц. То есть там у меня... У вас уже лето, а у меня ролик весенний выходит. У вас уже осень, а у меня летний ролик выходит. Да, у вас уже снег выпадает, лежит снег, а у меня всё ещё там зелёная травка. То есть было вот так вот. И с одной стороны удалять их не хочется, потому что я для вас их снимала. И с другой стороны они как бы выходят, и тоже получаются какие-то некие непонятки. В чём же проблема? Чё ж случилось-то? Вот, короче, вот как-то вот так, с темы на тему, прям я так перепрыгиваю, перепрыгиваю. Вот. Жалко. Мне жалко эту хлебопечку, честно. Мне очень её жалко. Я не хочу её не продавать. Продавать я посмотрела, такие продают за тысячи рублей. Вот. Тысяча рублей. Блин, думаю, что-то мне за тысячу совсем. Да за две тысячи может продала бы, за три тысячи может продала бы. Не знаю, что-то прямо на это. Пускай, пока лежит. Вот. Пока лежит, лежит себе. Ладно. Вот так вот. Такие дела у меня. Мы с вами, кстати, сегодня пробовали. У меня, кстати, чай тут стоит. И этот красный напиток, это у нас какой-то там сок. Очень-очень сладкий. Не берите его. Он очень сладкий. Его разбавлять надо. Вот если разбавишь, он вкусный. А я ещё думаю, а что его никто не покупает? А всё-таки, видите, люди знают, что покупать, а что не покупать. Что там чего много, если чего-то очень много лежит на прилавке, значит, это плохое. Если я его разбираю, значит, хорошее. Вот почему-то я обзор делаю всегда на плохое. Видимо, чтобы люди посмотрели, подумали, а вдруг это вкусно, а давай-ка я возьму. А в итоге окажется, что, ну, в принципе, вкусно, но он сладкий, его разбавлять только надо. Это не очень, если честно. зря я его купила. Как-то мне не хочется его уже пить, но в любом случае захочется. Попозже захочется. Вот. Что ещё хотел? Что-то ещё хотел вам рассказать, но уже забыла. Уже забыла я. Да, наверное, я вам уже сегодня всё рассказала, что должна была, что могла. А, кстати, да. В обзоре там была, покупала я селёдка Астон. Вот такая вот. Ну, тут вот должна быть лежать селёдочка, Астон. Мне она понравилась. Она обалденно вкусная. Она похожа по вкусу именно на ту селёдку, которую, допустим, наши бабушки, может быть, покупали ещё на рынках, на рынке. Вот она похожа по вкусу. Она вкусная, действительно. А, сегодня я, кстати, была на рынке. Ходила на рынок, чтобы узнать, какую цену стоит сомик. Я очень люблю рыбу сомика. Вот если рыба, то только сомик. Никакую другую, честно, не люблю. Я помню, знаете, в садике ещё, не знаю, сколько мне было лет, но я хорошо это помню, подают рыбу, кусок рыбы. Ну, мясо всё съешь. Я помню, там оставался скелет, лежал, и так вот кости лежали прямо на тарелочке, или сложенные там как-то. Я помню, всех убирают еду, а меня не отпускают из-за стола. Подходит ко мне воспитательница, почему ты не доела рыбу? Я говорю, так я же всё съела, одни кости остались. Ешь кому, говорят, ну-ка быстро ешь. Я говорю, так у меня же кости. Ну и что? Ешь. Я думаю, такая сижу, думаю, а как я кости-то съем? Я же подавлюсь, сейчас мне там в глотку подкнётся эта кость, и всё. Думаю, что же делать-то? Думаю, не буду есть. Думаю, сейчас это, только собираюсь из стола уходить, мне пересаживают другой столик. Другой столик, там маленький такой столик был около стеночки, и тут сразу была вот эта вот комната, где все дети играют. Меня посадят туда, доедая рыбу. А рыбы-то нет, там кости одни. И вот я помню, вот так боком повернёшься, и вот так вот смотришь на детей, как они играют, и сидишь вот так до обеда, там, я не знаю, может, завтра был в 10, так вот 11, 12, час, 3 часа. Три часа я вот так сидела, просто сидела. Один раз, помню, встала, пошла играть. Меня отругали очень сильно за это, за то, что я без разрешения встала и пошла играть, не доев своей кости от рыбы. И вот я так сидела, я так с детства ненавидела эту рыбу, что она такая костлявая, вообще просто её ненавидела. И я помню, мама в детстве у меня уже, ну, не в детстве, в подростковом возрасте, чтобы я хоть как-то ела рыбу, покупала, он назывался рыбоязык. Она была нежненькая такая, без костей, но потом, как выяснилось, это не рыбоязык, а это там что-то, чего-то из чего-то там сделанное, что ли там, что-то такое, и мама потом перестала покупать. Потом вроде, ну, не ешь и не ешь рыбу, ну, и ладно. Вот. А потом уже с мужем, по-моему, даже, да, с мамой мы не пробовали, с мужем купили сомика. Начали продавать их, начали уже на рынке, вот с этими красными ящиками, наверное, кто знает, именно вот эти вот красные ящики, приезжали и продавали этих сомиков. Раньше они были по 80, по-моему, 120, вот я помню, сегодня на рынке 180 за килограмм, по-моему, 180. Ну, это, конечно, выводит мне где-то рублей. Если он 3 килограмма, ну, это дорого будет. Хочу купить, короче, сомика я, хочется мне. В прошлом году мы, кстати, с мужем покупали, но мы купили огромного такого сомика, он был старенький уже, и у него мясо уже было не такое мягкое, но уже было такое, более жесткое. Покупайте все-таки лучше маленькие. Лучше пускай у вас будет два маленьких, чем один большой, правда. Вот. И у них мясо более нежное и мало костей. Их, по-моему, даже нету. У них только хребет, и вот эти большие кости, они легко отделяются и очень-очень вкусные. Сомики, они прям вообще обалденные, вкусные. Жалко, что они такие дорогие. Вот. Сомик я узнавала, потом я пошла дальше по рынку, увидела, как на улице продают технику. То есть здесь продают уток, по-моему, это была утка голая, общипанная, а тут рядом техника, мультиварка, поларис. Поларис. Такое слово классное. Поларис. Как полярная звезда. Вот. Не знаю, видимо, они ее купили где-то по акции, и ее пытаются перепродать подороже. Как-то, знаете, техника на рынке открытом, я не знаю, какой-то нонсенс. Это, не знаю, это как зима, как это, знаете, как летом снег. Как говорили мы с вами, у поларис, то есть на рынке продают технику. Вдруг так неожиданно. Ну, там, мультиварка была, такая, на вид допотопная, как вот раньше были. Моя мультиварка все-таки немножечко другая, мне нравятся другие. Вот. Ложечки-вилочки, набор. Мужчина сразу подлетел, говорит, ой, это ложки-вилки Германии, чистые с Германии, хорошие. Обязательно берите, покупайте в подарок. Вот я там или кто-то купил уже таких три набора. Это, понимаете, вот у них коронная фраза, вот кто продает, тут ходят. Раньше ходили, сейчас не знаю, продавали еще по квартирам, там пытались всучить какие-то ложки-вилки, какую-то посуду, кастрюлю, там такого среднего, там даже плохого, наверное, качества. Это вот точно так же. И я такая стою про себя, думаю, сейчас уже ложки-вилки никто никому не дарит. Сейчас уже можно все что угодно купить в магазине, да, это выглядит все, кстати, очень красиво, то есть коробки эти не помятые, ничего, они прям вообще идеально выглядят, такое ощущение, как будто они вот как лежат на прилавке в магазине, вот так и лежат, только в упакованном виде. И сверху еще такой прозрачный целлофан, видимо, чтобы не забрызгал дождик там, капельки какие-нибудь, там снег, я не знаю, там что-нибудь такое. И, честно говоря, их видеть на рынке было что-то необычное. Обычно вся техника там в магазине, в магазине техники, а тут техника на улице. Вот, и техника там какая-то, вот в поларис единственная была, а другие на английском было написано Меркурий. И, честно говоря, понимаю, что это вроде как, как будто бы русское слово, написанное по-английски, и явно что-то не то. Что-то какое-то... Не люблю такие названия, если честно, там типа... Ну, Атлант Лана, там этот холодильник Атлант еще красиво звучит, поларис красиво звучит, там какая-нибудь Зигма, там я не знаю, нет, 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 не те, какие-нибудь бы Март, вот там всякие, там вроде Март, да, месяц Март, а тут Марта, что-то такое. Но все равно красиво, но что-то не то. И тут Меркурий, блин, я что-то такой техники вообще не видела. Меркурий, там была лапша, лапша, ой, лапшеделка. Ну, короче, тесто засовываешь, прокручиваешь, и там лапша воскакивает. Я, честно говоря, очень давно такую хочу, но не знаю даже, я знаю, что лапшу, тесто, лапши сделать очень сложно, ну, как бы его сделать легко, а вот раскатать его очень сложно. Думаю, еще туда впихнуть, думаю, наверное, это вдвойне сложнее. Я стояла, так думала, думала, может, цену спросить. Да ладно, думаю, там наверняка будет дороже, чем в магазине. Проще пойти в магазин, там еще ты получишь гарантию на целый год, чек получишь, и уйдешь, чем купить на рынке. Странно, тут техника, тут утки голые лежат. С другой стороны, у них пельмени на рынке, просто приехали. Вот, ну, такой у них бизнес, видимо, они в деревне, вот, решили, вот, купили, наверное, там эту, эту технику, где-нибудь, по скидке, большой, там, за 50%, и продают, без скидки, и все, что-то хорошее. Единственное, только возить ее, перетаскивать туда-сюда, тоже как-то, перед Новым годом, тем более, хорошо купить, наверное. Вот, не знаю. Еще какие-то были, а, утюг был, да, еще что-то было, не помню там. Вот, я прям даже так вообще была удивлена, иду дальше по рынку, там продает женщина, овощи, фрукты, как обычно, а перед этим стоит стол, и там стоят эти баночки с красной икрой, и цена рядом. Я думаю, видимо, она, наверное, когда были скидки на красную икру, купила очень много, штук 10, там, когда, может, 20, 30, 40% была скидка, а сейчас продает, подороже, там, может быть, такая же цена, как в магазине. Я думаю, да, прям деньги, вот, в эту пандемию, люди стараются везде, на чем-то там, сделать деньги, прям, деньги, деньги, там, самое главное, деньги, вот, сделать, вот, там, дешевле купил, тут продал дороже, как с этими масками, тоже там мужик стоял, сначала у него там пачка масла, ой, не пачка, наверное, а за штуку, а маска была по 10 рублей за штуку, потом, видимо, никто долго не покупал, у него стало за 8 рублей, за 8, потом, за 5, что ли, я уже прохожу мимо, ну, они так и начинают уже уменьшаться, уменьшаться эти пачки масок, я думаю, интересно, за какую же цену он купил-то, думаю, раз продает все дешевле, 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 я думаю, лучше бы уже бесплатно раздал, там, бабушкам, дедушкам, не знаю, им-то покупать, там, маме, кстати, маски приносят на работе, дают вот такими вот большими пачками, прям, много, у них очень хорошие маски, такие трехслойные, такие прям, плотные, такие классные, вот, прям, нравятся мне, хорошие такие масочки, вот, в принципе, вот так вот пенсионерам, кстати, недавно, да, недавно нам, сейчас покажу, секунду, недавно нам почтовый ящик, бросили маски, здесь две штуки, не знаю, почему не три, обычно всегда везде все по три, а здесь две, видимо, смотрят, наверное, сколько людей, хотя, не знаю, почему две, депутат наш, по району, району депутат, вот, берегите себя, соблюдайте меры предосторожности, такой вот бумажечка, тут, кстати, еще написано, дни приема, видимо, люди, граждане туда ходят, зачем-то, какие-то свои проблемы, конечно же, расскажут, ты же не придешь к депутату, скажешь, ой, здравствуйте, ой, вы знаете, мне так классно живется, мне так хорошо живется, все так классно, там, у меня есть работа, там, машина, семья, там, дети, да, мне так хорошо, не придешь в чартах человек, правильно, там, у меня хорошая зарплата, нам на все хватает, там, вот, прям, просто классно, там, все, давайте, до свидания, до свидания, и уйдет. Такого же не будет, правильно? То есть, вот так, по большому счету, депутат сидит там у себя за столом. Тут начинаются дни, вернее, часы приема. И идет народ. Один идет, там, у него труба, там, может быть, где-то потекла, или плохая вода идет, там, потом там что-нибудь это, в подъезде там произошло наверняка, да, там, что там, с чем, с какими проблемами люди ходят, я не знаю, честно, не представляю себе. А, там, не чистят снег, да, там, перед подъездом скользко, там, это, 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 вот он бедно сидит, наслушается все это, домой приходит, вааа, голова опухла, блин. Наверняка вот так вот, да? Наверняка. Напишите в комментариях, как вы, что вообще обо всем об этом думаете, и ходили ли вы когда-нибудь к депутату своего района? Депутат чего? Совета депутатов. А, депутат Совета депутатов, вот. Даже номер телефона, тут, наверное, записываться надо. А, шапу, это, господи, помощник. Обязательно пишите, ходили ли вы депутату, с какой проблемой вы туда ходили, и решили ли они вашу проблему. Обязательно пишите, мне будет очень интересно, потому что я ни разу в жизни не ходила в такие места, и даже, честно говоря, не представляю, как это все выглядит, как это все происходит, как и что. Вот. Ладно, сегодня будем заканчивать, потому что, мне кажется, ролик у нас получился уже очень-очень-очень длинный. Мы с вами неплохо сегодня поболтали. Сегодня, видите, какая была единорожка. Такая классная у меня наряд. Напишите по поводу моего наряда, понравился ли вам такой наряд, хотите ли вы меня еще видеть в этом наряде, или, может быть, купить какой-то другой. Если другой, то какой? Обязательно напишите, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь, там вот, у вас вон там вот будет красная кнопочка, и там будет написано подписаться или подписка. Там, не знаю, что-то такое. Рядом будет колокольчик, который можно позвенеть, было бы, но вам надо на него нажать, чтобы не пропустить мой ролик, который выйдет уже завтра. Влоги у меня выходят каждый день. Обзоры на продукты, именно на продукты, выходят через день, где мы, допустим, с вами вот такой вот продукт рассматриваем. Рассматриваем только один такой вот продукт. Как он выглядит на вид? Похоже ли там действительно, что находится, как бы, здесь вот на картинке? Схожая она с тем, что лежит внутри или нет? Мы с вами все это смотрим, пробуем. Стараюсь я рассказать, какой вкус там внутри. И стараюсь рассказать для вас. То есть обязательно подписывайтесь, обязательно пишите в комментарии обо всем об этом. Так, что еще? А, и лайки. Лайки, лайки, лайки. Обязательно ставьте лайки, я стараюсь для вас все это делать, чтобы вам было интересно, чтобы вам нравилось. Смотрите также наши другие ролики, обзоры на технику, на продукты, влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Фоны, живопись, кулинария. И там много-много-много-много-много-много всего интересного. Обязательно смотрите. Вот. И с вами был канал Artmania. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok